Запредельная сказка на новых принципах, не имеющая аналогов в истории. Отныне все по-новому, не по-глупому. Магия для чайников, чем хороша и чем опасна магия. Как недавно при слове конспирология большинство диванологов впадало в прострации про РНДВ, так и при слове магия. Толпа рефлексирует подобным образом. Само слово прострация правильно назвать кольцевым когнитивным коридором, даже не матрицей, где слабомыслящая личность хочет считать себя самым умным. Поскольку и так все знает, глагол «хочет» нужно понимать как субъективное желание непреодолимой силой, а не умственное решение. Слово «знает» основано на непонимании широты существительного «все». Естественно, что ограниченный ум понимает по словам «все» свое собственное ограничение. В этом проблема не умеющих мыслить. Почему они не умеют пользоваться мыслительным механизмом? Потому что в ходе эволюции сознание всегда присутствует в период самодовольства ученика на его собственной стадии развития. Эта психиатрическая проблема мешает просветлению через обретение знаний, а ведь знания избавляют от страданий, если сердце доброе. От знаний много печали. Так считал экклесиаст. Теорию о способности доброго сердца и о циклической возможности преодоления страданий он почему-то не знал. И в этом смысле прав уже Сталин, сказавший фразу «без теории нам смерть». Что такое доброе? Немилосердным бесам, обитающим в хитросплетениях извилин мозга, трудно понять сердечное. Но, тем не менее, ситуация такова, что психонаучные центры могущественного милосердия способны дать успокоение холодным сердцам, при желании их темной головы. Темный адепт всегда прямо связан с тем, что именуется остатком того, что было ранее. По сути, это идеосинкразия или привычка из подсознания. Этим же объясняется тяга олигархов к ненасытному захвату богатств. В силу инерционных причин, глупый маг цепляется за системные установки предыдущего цикла, обучения в ходе эпох, когда целью движения было только знание, и значение нравственности было дано иудеям, тем самой Исой, которого мы знаем как Христа. Знания, данные в Коране и в Новых Заветах, есть методика обретения нравственности и, как следствие, доброго сердца или милосердия на подсознательном уровне, достигнутого с помощью тренировок. Цепляющиеся за старые, за древние привычки, за примитивные желания рискуют пропустить редкий кайронс в этом циклосе времени и опять не преодолеть игольное ушко. Поскольку все люди это боги, то есть частички вселенского разума, то и нахимичить в своей жизни могут всякое. Магия опасна для несведущих, поскольку вводит людей в соприкосновения с некоторыми силами, знания о которых мудро изъяты из инфополя до нравственных времен. Здесь как с токарным станком. Можно запросто свое тело на шпиндель намотать, не понимая бессердечности механизма, не соблюдая технику безопасности, а можно и шедевр создать, не поранившись. Здесь надо отметить, что многие ученые совершенно не интересуются вопросами материализации, а ведь изучение неявленного неясного и его роли в земных явлениях вполне могло бы исправить глобальную ситуацию перепроизводства товаров и связанной с этим экологией с идиотической на психическую здоровую. Пришло время переосмысления товарно-денежных отношений, хотя бы на уровне мыслителей, поскольку немыслящие обыватели некоторое время еще будут инерционно веровать фантики. Фраза «бездоходная экономика» вызывает и еще будет вызывать болезненную рефлексию в умах, ограниченных материализмом. Однако эволюция не может ориентироваться на стадное, праздное и глупое. Почему не хотят массы юзить бездоходную экономику как способ излечить извилины от заостренности на деньгах? Спросите каждого, хоть Глазева, хоть Кудрина, хоть кого Маут тех же самых, спросите, может быть без налогов управление в стране? И вам скажут, да нет, да нет, ладно, да, мы должны думать о том, как налоги правильно должны быть, мы должны вот это, то, пятое, десятое. И вдобавок добавляют еще и скрытые налоги. Прямо вот именно в себестоимость, главную себестоимость естественных монополий вставляют скрыто бюрократы эти прямо в цифровые системы, в цифровизацию, мимо любого контроля вставляют туда нагрузку, но проспекулятивную, ростовщическую, что туда займы вставляют, которые вы не брали. Налоги, которые налоговая, запрещает налоговый кодекс с вас брать, а уж тем более брать с вас займы, когда вы не брали займов, тоже запрещено, да еще в дискриминирующих процентах, извиняюсь, прямо вся статья налогового кодекса запрещает такие налоги. А кредитный закон вообще запрещает вставлять вам, втюхивать, извиняюсь, вам займы, которых вы не брали и о которых вы не подписывались, ничего. И налоговый закон запрещает без объявления налогов с вас брать налоги. Китай в 50-х годах, я это знаю, я была с родителями в Китае в старших классах, я знаю, как спецы наши русские обучали безналоговой, без ростовщической, бесприбыльной вот этой себестоимости. И когда нищий Китай без никаких технологий решился выйти на мировой уровень со сталинской мизерной себестоимостью государственной, вот, когда он вышел, о, как к нему потащились все, со всего мира все потоки, все капиталы. Деньги – вещь магическая, между прочим. Если правильно нарисовать бумажку, то верующие в деньги массово становятся стадным выражением религии иконок, более известной как экономика или окном овертонок мамони. Ведь куда барана погони, туда он побежит – на работу или на заработки, например. И не нужны налоговые роботы-налогоплательщики, поскольку сверхцель глобальных рабовладельцев вовсе не деньги. Демонстрации возможностей материализации доступны в Гималаях до сих пор для тех, чей уровень развития поднялся в высшей денежной зависимости. Например, группа разработчиков концепции общественной безопасности была свидетелем подобной демонстрации умений пользоваться естественными способностями, потенциально доступных каждому. Зацените фазовый переход в подходе к производству на уровне технологий среди обладающих знаний. Перед материализацией отдыхает любая промышленность, и даже военная мощь смешна перед глобальным потопом по своей мощности и смертельности, и надо обязательно отметить факт того, что как бы глобально природа не катастрофила, всегда находится ной и кусочек цивилизации остается в живых. Небесная хирургия отрезает только ненужное, а прекрасное переносится в следующую эпоху. Расширим понятие этого ненужного в область психики каждого. Ведь что такое злодеи? Это немилосердные обитатели головы, в своих мыслях и действиях очень похожи на бесов. Возле таких людей всегда много страха и жестокости. Ведь чем управляют мастера темных дел? Запуганной массой. Однако действие запугивания распространяется только на выбравших трусость. Выбравшие же смелость идут путем героизма. Особенно это нужно понять исповедующим коммунизм, либерализм, анархизм и другие подобные варианты, уходя от ответственности, свойственной вектору героизма. Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И потому уже вчера необходимо понять, что нельзя играть чужие игры по чужим правилам, поскольку это гарантированный проигрыш в течение времени. Деньги и рынок – это игра пастухов с баранами. Деньги и рынок – это самое натуральное испытание на самостоятельность, которое наша страна пока никак не может пройти, боясь нового. Ну вот если мы говорим о трех разных типах управления, то есть вот людям все время говорят «финансовая грамотность», «финансовая грамотность» – это на Западе просто мантра. Детей в школе учат финансовой грамотности, здесь я постоянно встречаю. То есть как брать кредиты и как их отдавать. Как управлять финансовыми капиталами так, чтобы ты был богатый и в шоколаде жил. Вот это сразу подмена, потому что на самом деле управление сейчас ведется не через финансы. Поэтому должна быть управленческая грамотность. И вот управленческая грамотность – это как раз умение владеть информацией и умение пользоваться теми знаниями и теми инструментариями, которые позволяют тебе быть человеком состоявшимся. Вот мы понимаем, что есть глобалисты. Вот Наталья Борисовна расшифровала, что это бюрократы, это законы писаные. Мы знаем, что закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Писанные законы. Писанные. А есть не писанные. А из-за законами стоят финансы. Вот понимаете, вся система лоббирования, вся западная система, которая пришла сюда, она сразу-сразу вас должна поставить в позицию, что это несправедливые вещи. Вот это прецедентное право, когда человек может себе нанять любого самого богатого адвоката, это всё система, которая создана английским законодательством, я её называю двухконтурная. То есть для тех, у кого есть деньги и тех, у кого нет денег. И это совершенно два разных народа, два разных понятия. Два разных мира, которые... Абсолютно. И это сейчас мы видим, очень хорошо видим в Москве, но видим и во всех других городах. Так вот, идея в том, что в русском самосознании очень серьёзно заложена идея справедливости. И вот это то, что не писанный закон, но мы его чувствуем, что если что-то несправедливо... Мы до нас не обманешь. Да, то мы идём насмерть, мы идём сражаться, мы выворачиваем себя наизнанку. И вот эта идея русского мира, которая не у всех русских это есть, точно так же, что есть англичане, у которых открытое сердце. Мы ничего не обобщаем, мы говорим просто идейное понимание русского мира. Так вот, спасать других через себя. Вот эта идея поиска справедливости законов неписанных, это именно то, что мы сейчас хотим проговорить, потому что пришло такое время, когда мы видим, что начались действия нашего государства, которые могут проявляться в информационном и в материальном мире совершенно по-разному. И это именно как каждый собирает с себя маску. Вот сейчас мы увидим настоящие лица. И это у кого-то будут лики, а у кого-то будут, извиняюсь, морды. И вот все люди, которые сейчас будут показывать морды непонимания того, за что русский мир пошел, вот на те шаги, о которых никто не ожидал, многие не понимают. Запад нас всех шельмует. Нас сделали козлом отпущения за все те кризисы, которые создали не мы. И я постоянно говорю о том, что русская страна, русское государство, имея одну шестую почти что суши, 40% всех природных богатств, имеет 5% населения, а потребляет всего 1,5% общего потребления в мире. Поэтому то, в чем нас обвиняют и что нам приписывают... То есть мы аскетичны. Мы абсолютно аскетичны. И это, кстати, в нашей натуре. Вот то, что прозвучало «давайте жить на севере», я вам скажу, что русское государство, оно само по себе самое энергозатратное, потому что у нас 9 часовых поясов, у нас 60% почвы находится не в благоприятных климатических условиях. Если мы садим одно зерно, и у нас рождается, ну, в среднем одно зерно, то в Англии, например, одно зерно дает 5. Поэтому мы, постоянно оглядываясь на запад, и вот именно то население нашего территориального русского мира, которое смотрит на запад и говорит, смотрите, на западе-то у них все как хорошо, а мы-то какие плохие, пошли и начали. Они не понимают ничего от слова совсем. И вот это нам надо обязательно сейчас проговорить для нас, чтобы мы поняли, чтобы мы могли объяснить, и чтобы диалог велся осмысленно, на русском, богатом языке, а не на рантивах, и на дискурсах, и на мемах, и на образах, которые нам навязали. Так вот, три уровня управления. Глобалистское – это транснациональный капитал. Это то, о чем я говорю, где я работала. Это ТНК, это финансовая пирамида. Это нефтедоллар, это то, что сейчас складывается. Это глобальщики, вот Наталья Борисовна их называет бюрократы. Это закон писанный. Но на самом деле это еще не только бюрократы, я должна прибавить, но и адвокаты. На западе адвокаты – это отдельная каста. Это составляющая часть бюрократии. Да, это каста. Но они тоже, ну там это отдельно. Второй есть уровень – национальный капитал. Это те, которые бояре, это те, которые хотят иметь народ, потому что народ для них является ресурсом. И я рассказываю о том, что это нефть, новая нефть. Это человек. Вот это бояре. Это те, которые будут строить тут заводы. И вы знаете, я вот тоже сама такая справедливая в душе своей, но я понимаю, когда идет схватка глобальщиков с национальными интересами, то давайте сохраним нашу целостную Россию, потому что тогда мы сможем развивать здесь те институты народной власти, которые у нас еще сохранились в памяти, потому что Россия за 70 лет советского проекта, и да, мы можем обсуждать, что это тоже был глобальный проект, и да, мы можем обсуждать, кто его начинал, и что Уолл-стрит туда вкладывалась, и у Троцкого были двоюродные братья, и я не спорю, но сталинский проект превратился действительно в проект развития новой формации советского человека. И вот именно к этому мы хотим и должны вернуться. Зато лучшее. Да, очистив антологию и поняв, что мы строим. Мы строим новый мир, где цифровые технологии развивают человека, что мы хотим сохранить в этом мире, и что мы хотим разрушить из того, что нам сейчас навязали. Поэтому аскетизм у нас в нашей крови, а на Западе, естественно, потребительство. Поэтому, когда они говорят, что вы там жили все в двухкомнатных крошечных хрущевках, а я при этом говорю, что да, но при этом мы все были равны, и мы никто не стеснялись. Мы счастливы были, пусть не всегда, но у нас было это. Духовное, у нас была культура. Ощущение счастья у нас все же было, мы это узнали, что это такое. Так потому что формула, которую я уже узнала, пожив в этом благополучии, бедные – это не тот, у кого мало, а это тот, кому мало. Спасибо. 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 Спасибо.